Сразу оговорюсь. В этом видео я не буду рассказывать о каком-то экзотическом продукте. Ее можно купить за смешные деньги, а возможно она растет просто у вас на даче. И теперь эта опасность находится от вас на расстоянии вытянутой руки. И вы никогда не скажете, что виновата эта ягода. Вы придумаете любые отговорки, но эта ягода будет чиста и невинна, потому что ее часто используют в питании. Поэтому смотрите это видео дальше. И дальше вы узнаете, чем опасна эта ягода. Кому она особенно опасна. Когда особенно опасна. Ну и в каких способах приготовления опасность ее максимальна. Итак, чем опасна эта коварная ягода. А уже после первого применения, примерно минут через 30-40 снижается активность иммунной системы. А результат лечения бактериально-вирусных инфекций, это выработка надежного иммунитета против возбудителя. Иными словами, те у кого снижен иммунитет, либо вы не уверены, что у вас надежный иммунитет, либо у вас есть любое аутоиммунное заболевание, записывайте сразу. Эту ягоду вы исключаете из своего обихода, из своего рациона питания. Еще одна опасность кроется в ближайшей перспективе. Не так быстро, но даже после однократного применения этой ягоды увеличивается вязкость крови. А тем более, если вы используете ее регулярно. Уже в течение недели критически увеличивается вязкость крови. И опасность появляется для тех, у кого есть любые заболевания сердечно-сосудистой системы. Это может быть и банальная гипотония, либо низкое артериальное давление в молодом возрасте. Может быть гипертония. Могут быть пороки сердца, либо сосудов, рожденные, либо приобретенные. Атеросклероз в сосудах, послепартный кардиосклероз. Любые проблемы сердечно-сосудистой системы могут в данном случае стать критически опасными для вашей жизни. Резкое увеличение вязкости крови вынуждает сердце работать с максимальной нагрузкой под более высоким давлением. И либо сердце не выдерживает, либо сосуды не выдерживает. И поэтому эту ягоду запрещаю использовать в обиходе. Не только в связи с лечением бактериально-вирусных инфекций. Но и в принципе не рекомендую использовать в своем образе жизни тем, у кого нарушена работа сердечно-сосудистой системы. Либо вы подозреваете, что она работает не самым лучшим образом. Также очень важно правильно не использовать эту ягоду в связи с любой вакцинацией. Не имея значения, какую вакцину вы вводите. Вводится чужеродное вещество, на которое может отреагировать ваша свертывающая система крови увеличением вязкости крови. И вновь вот эта ягода может стать последней каплей, когда разобьется тромбоз сосудов. И по этой причине может быть инфаркт, инсульт, либо тромбоэмболия легочной артерии. Поэтому, если вы собираетесь ввести вакцину, для того, чтобы получить максимальный эффект, советую эту ягоду в принципе про нее забыть как минимум за 10 дней до введения вакцины. Иначе возможны осложнения. Что делать при вирусно-бактериальных инфекциях? Вот опасность этой ягоды пропорциональна степени повышения температуры. Иными словами, если температура поднялась в диапазон до 38 градусов, то эта ягода вряд ли сильно нарушит уже нарушенную исходную активность иммунной системы и особо вам не навредит. А вот если температура поднялась в диапазон 38-39 градусов, вот здесь применение этой ягоды противопоказано. Она будет подавлять хорошо работающую иммунную систему. А особенно если температура пошла выше 39 градусов, когда вы не знали, как правильно сопровождать бактериальную либо вирусную инфекцию. В этом случае эта ягода может быть критически опасной. Она нарушает выделительную способность почек, как основной системы детоксикации в этом случае. И опасность очевидна и понятна. Более того, увеличение вязкости крови на высокой температуре тела создает еще дополнительные сложности для работы даже здоровой сердечно-сосудистой системы. И вновь у вас появляется серьезный риск. Риск меньше, если вы эту ягоду будете просто использовать как ягоду. И взяли просто. Съели. Да, она имеет определенные вкусовые характеристики. Многие могут ее есть так. Но в случае, если вы решили приготовить чай или компот с этой ягодой, степень опасности резко увеличивается. И риски, все риски, которые я обозначил, увеличиваются в большей степени. И что же это за такая волшебная ягода, спросите вы у меня. А это обычная калина красная. Которая обладает прекрасными свойствами в обычном питании, в обычной жизни. Но для здорового человека, для человека со сниженной активностью иммунной системы, понимаете, она уже очень даже не подходит. А в случае, если развилась любая инфекция, то в данном случае нужно не с иммунитетом бороться, а помогать своей иммунной системе правильно справляться с разными опасностями. Среди 668 полезных советов доктора в моей книге COVID-19 «Что делать?» 2. Второе издание. Нет совета использовать калину красную, а совершенно другие средства. Причем их использовать можно вне зависимости от штамма коронавируса. Потому как вирусы-то меняются, клиническая картина меняется, а особенности симптоматического лечения остаются прежними. И разные средства становятся более актуальными на разных стадиях вирусной инфекции. Поэтому это нужно знать и правильно использовать. И нет калины красной в книге «Вакцинация. Как получить больше пользы?» Потому что особенности ее действия вы уже знаете. 143 полезных совета доктора Скачко в этой книге есть, что делать до вакцинации, в день вакцинации и месяц после вакцинации, для того, чтобы получить максимально мощный ответ иммунной системы на любую введенную вакцину. Также вы не найдете калину красную в книге «Посковидная реабилитация натуральными средствами». Там тоже совершенно иные средства используются для того, чтобы помочь организму быстрее восстановиться. Вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами «Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения». А об особенностях применения других ягод, фруктов, овощей вы узнаете в следующих видео на моем видеоканале. До новых встреч!